Сфера моих интересов Сфера моих интересов — это все, что связано с внешней информацией, которую дает компания. В первую очередь, финансовая информация. Я занимаюсь много лет аудитом и видел, как изменяется и формат отчетности, и содержание отчетности, и вообще язык, на котором компания общается с внешним миром. И видно, что те изменения, которые за последнее время накопились, они носят качественный характер. Но самые качественные изменения, которые происходят, они приведут к иному протоколу общения, как по времени взаимодействия, так по ожиданиям пользователей информации. Так и вообще не приведут к каким-то иным качественным изменениям, которые могут быть в части того, как люди, как предприятия начнут относиться к этой информации. Несколько примеров. За последние несколько лет государственная налоговая служба внедрила информационную систему, которая позволяет видеть данные о поставщиках до 10 уровня. И получалось, что раньше то, что было скрыто за какими-то пластами, видно и доступно буквально сразу. И получается, что предприятие уже не может скрыться в каком-то своем информационном коконе. Многие те вещи, которые были доступны только им, они известны и известны очень быстро всему миру, тем, кто с ними общается, и регуляторам, и поставщикам. Это относится и к кругу информации, и к скорости, которая обрабатывается эта информация. Это государство, которое может проявляться по самым разным направлениям. Вот я уже говорил о примере государственной налоговой службы. Информация становится настолько доступной и открытой, и доступной немедленно, что регулятор, что государство имеет возможность проследить все информационные и материальные потоки, которые есть в компании онлайн. И это тоже какая-то новая реальность, к которой надо быть готовой. Это новая реальность, которая связана с открытостью. Открытостью, которая диктуется информационными системами. Другой важный элемент — это общение с нашими контрагентами, с поставщиками и подрядчиками. Что происходит, если раньше общались между собой живые люди, когда отдел закупок все время висел на телефоне и часами обсуждал условия, договаривался, обменивался документами, то сейчас все больше и больше такой обмен информацией, разговоры берут на себя электронные системы. И человек, как элемент взаимодействия, уходит из этого контура. Когда между собой договариваются компьютеры, когда они посылают друг другу счета и автоматически принимают эти счета, то это не только новые объемы, новая скорость обмена информацией. Это новый формат, в котором сам человек уже не нужен. То есть что у нас с вами получается? Немедленный доступ, автоматический доступ без участия человека со стороны контролирующих органов, немедленный доступ и обмена информацией со стороны контрагентов. И получается, что компания уже, как я говорил, в своем информационном коконе не живет. Оно попадает на какое-то одно большое пространство, вот это информационное поле. И это дает и новые возможности для компании, и также новые ограничения. И диктует новый формат работы тех людей, которые работают с этой информацией. Новые возможности в первую очередь связаны с тем, что меняется само содержание работы тех людей, которые связаны с информацией. Это возможности связаны с тем, что выпадает огромный пласт рутинной работы. Если раньше сотрудник, который был занят в бухгалтерии или в каких-то коммерческих отделах, большую часть своего времени был занят тем, что он вводил информацию, он обрабатывал первичные документы, и у него не оставалось времени на интеллектуальную, умственную работу. Это заметно во многих сферах, это заметно в бухгалтерии, это заметно в аудиторских компаниях. То, что происходит сейчас, и изменения, которые мы ожидаем, будут очень значительные в ближайшие несколько лет, когда изменится рутина работы, уйдет все, что было связано с механической и неинтеллектуальной обработкой информации. Появится другое содержание в том плане, что большая часть времени будет уделено пониманию и перевариванию той информации, которая есть. Компьютерные системы могут позволить представить информацию в любом разрезе, из всего массива выделить либо какие-то исключительные операции, выделять какие-то общие моменты. И чего, может быть, в ближайшее время не научится делать компьютер, он не научится понимать какие-то взаимосвязи и принимать решения на основе этой аналитической информации. И работа человека, работа того, кто раньше в первую очередь был занят рутиной, она приобретет аналитические аспекты. Сейчас очевидно, что меняются многие вещи. Меняется содержание информации, меняется ожидание от этой информации, меняется скорость обработки, объемы, меняется роль государства. И формируется новое восприятие как у пользователя, так и у государства в отношении того, в чем и как они будут участвовать. В каких процессах, что они хотят регулировать, что не хотят регулировать. То есть вырабатывается новая модель, в которой будут участвовать все. И сейчас идут поиски этой модели. И вот, наверное, этот поиск заключается в том, что пытаются нащупать что-то. Государство хочет сформулировать свои мысли в отношении своей роли общественного надзора. И своего понимания того, как оно и в какой степени должно вмешиваться в работу предприятий. Должно ли это ограничиваться только фискальные функции, должно ли это ограничиваться только тем, чтобы убедиться, что субъекты, экономические субъекты, следуют законодательству, не выходят за его рамки. И в этом плане доступ к информации, немедленный доступ к информации, он становится критичным. Роль государства, она может быть недооценена сейчас, но, с другой стороны, может быть переоценено. Очень трудно представить, сколько информации собрано государством в отношении каждого из нас, и каждого предприятия, и каждого физического лица. Во многом государство еще не знает, что делать с этой информацией, как его обрабатывать. Опять же, с появлением новых технологий, новых подходов, когда это все будет не только оцифровано, но и переработано, будет выработан правильный информационный запрос, мы можем прийти к, и государство само может прийти, к пониманию того, что оно в конце концов захочет. В том числе и с точки зрения того объема, в котором предприятия будут отчитываться. С точки зрения того, какие информационные запросы она будет формировать, захочет ли она обмениваться с компаниями в онлайн-режиме. Например, налоговые декларации. Будут ли они автоматически в онлайн-режиме подаваться через электронную систему, буквально по мере совершения операции. Чтобы государство имело возможность проконтролировать не только расчеты и объемы, но и, может быть, видеть все цепочки взаимоотношений, которые есть у предприятия со своими субъектами. Что в этом случае делать компания? Насколько она будет или может быть готова к этой новой реальности? Ведь это дело не только в информационных системах. Вопрос в той психологии, которая у нас у всех формируется сейчас. Руководитель предприятия привык к тому, что управленческий учет, бухгалческий учет, вся информация, которая есть у него в компании, принадлежит только ему. Никто не любит делиться информацией. Она нужна для того, чтобы принимать самому решение. Очень часто эта информация чувствительна. Не дай бог, чтобы об этом узнали конкуренты. И оказывается, что эта информация может быть немедленно доступна всем. И она ничем не защищена. По той причине, что очень много внешних сторон, которые участвуют в ее формировании. Все контрагенты, обмен данных через компьютерные сети, государство, все налоговые знания, все налоговые платежи, вся налоговая информация. Может быть, какие-то еще иные источники. Новые каналы, о которых мы сейчас и не догадываемся, но они будут работать в будущем. И любая компания становится открыта, как на ладони. Менеджмент не будет иметь исключительное право на эту информацию. И, с одной стороны, в силу того, что она будет более-менее распределена между многими участниками рынка, возникает вопрос о том, как можно довериться этой информации. Может быть, многие профессии, которые есть сейчас, окажутся не нужны. Например, нужна ли будет профессия аудитора? Нужны ли будут те люди, которые проверяют эту информацию, дают подтверждение ее достоверности? Если каждый будет в какую-то огромную информационную базу, которая равнодоступна всем, давать свою частичку информации, будет ли это автоматически обозначать, что вся эта огромная масса информации сама по себе достоверна? Что на нее можно сразу полагаться в том объеме и виде, в котором она есть? Это новая реальность, к которой мы должны привыкнуть и понять, и переварить. И возникает вопрос о взаимодействии компаний с пользователями информации. Какой должен быть формат? Может быть, вообще не нужно какой-то формализованной финансовой отчетности? Или какой-то иной отчетности, которую мы даем внешним пользователям? Если каждый, имея доступы через свои каналы информации, получить, увидеть все это, самому оценить, зачем нужны какие-то формализованные отчеты? Если я могу просто в компьютере за несколько минут формализовать свой поиск и посмотреть ту информацию, которая мне нужна. Финансовая отчетность в последнее время, или годовая отчетность, не очень сильно усложнились. Они усложнились настолько, что ее могут понимать только специалисты. И нет ощущения, что вот этот набор информации имеет реальную ценность для широкого пользователя. Сейчас даже больше говорят не о финансовой отчетности, а о том, что появляется более широкая отчетность, которая приносит или дает представление о акционерной стоимости компании. Это sustainability, это корпоративная ответственность, это многие другие аспекты о том, как компания руководит своим бизнесом, как она понимает риски, как она ими управляет. И одно из направлений, в котором может развиваться действительно отчетность, внешняя отчетность компании, и к чему могут приложить свою руку аудиторы, заключается в том, чтобы правильно сформировать у пользователей этой отчетности представление о том, насколько бизнес целостен с точки зрения того, как менеджмент его понимает, насколько он видит свои риски, и как он принимает решения. И здесь оценка вот этого внутреннего процесса внешним экспертам очень важна и очень нужна. Наверное, если забыть сейчас о содержании отчетности, какие цифры и какие раскрытия там есть, наверное, уверенность, которая необходима рынку в отношении внешних отчетных данных, она должна быть в первую очередь в отношении того, как эти данные были сформированы. Действительно ли руководство приложило всю необходимую ответственность и понимание важности этой информации, и понимание того, как она должна быть сформирована, чтобы были выстроены все необходимые контроли внутри компании, таким образом, что пользователь мог даже применить вот тот взгляд или тот подход, который есть у менеджмента. Если менеджмент уверен в своей информации, если он может принимать решения, исходя из той отчетности, той информации, тех регистров, которые у него есть, значит, и внешний пользователь может довериться этой информации. И я вижу трансформацию моей профессии, аудиторской профессии, в первую очередь в том, чтобы убедиться, что формирование этого информационного отчета, этой информации, которой компании начинают делиться с внешними пользователями, дает возможность полагаться на целостность, на достоверность, правдивость или надежность этой информации будет заключаться в том, как она готовится. Что менеджмент дает более-менее обоснованные, понятные и четкие, и подтверждаемые утверждения в отношении своего бизнеса. Потому что сама финансовая информация, она, вот эти показатели, там, выручки, показатели прибыльности и так далее, они достаточно понятны, транспарентны и проверяемы, потому что они общедоступны и они являются частью какого-то информационного, интегрированного информационного пространства. И важно, наверное, то, как менеджмент сам качественно эту информацию представляет, видит, ей управляет. И функция задачи аудитора будет совершенно другой, она будет другой качественно. Другой важный аспект — сама информация. Что и в каком объеме давать. Что и в каком объеме предоставлять каждому кругу пользователей. Вполне вероятно, что мы придем к такой интегральной отчетности, в которой будет представлена информация, которую легко нарезать именно в том формате, или в том виде, или с той глубиной, которая важна тебе как пользователю. Если я налоговый орган, то я вижу один разрез информации. Если я природопользователь или природоохранная организация, то я вижу свою информацию. Если я трудовая инспекция, то я вижу свой разрез. Отчетность станет гораздо более сложной, но в силу того, что это будет иной формат, дигитализированный формат, которым могут иметь возможность получить доступ разные пользователи со своим разным запросом, они могут сразу модифицировать и кастомизировать свой запрос. В то же время в этих отчетах будет большую роль и значение иметь сами оценки, оценки менеджмента. Очень часто содержание отчетов, основные выводы, основные цифры, они зависят именно от оценок. Оценки могут быть совершенно разного плана. От простых финансовых оценок до допущений в отношении того, как будет развиваться бизнес, какая польза от тех или иных операций, от того, как они структурированы. И здесь, в этом направлении, роль экспертов, роль внешних проверяющих, роль аудиторов будет заключаться в том, чтобы проверить обоснованность этих суждений. Если говорить сейчас о содержании работы и аудиторов, и финансовых работников, есть несколько тенденций. Одна важная тенденция — это то, что значительно сокращается рутина. Рутина совершенно разная. Например, рутина счетовода. Уходит специализация, которая связана с рутиной. Например, я счетовод, я вбиваю свои проводки. Или же я технический исполнитель в коммерческом отделе. Я обговариваю какие-то конкретные условия поставки с поставщиком. Такого рода специализация, скорее всего, уйдет. Но появится специализация экспертного уровня. Ее будет гораздо больше. И без нее дальнейшее развитие какой-то интеллектуальной деятельности будет невозможным. Вот сейчас вместо экспертов широкого профиля в компании будут эксперты по определенным направлениям. Как есть сейчас, например, эксперты по финансовым инструментам. Или же эксперты по другим направлениям. И вот эта экспертиза в отношении информации, она еще больше будет углубляться. И примеры тех оценок, которые сейчас уже попадают в отчетность, они в основном связаны с очень глубокими экспертными знаниями и экспертными оценками. И посмотреть, если на современную отчетность крупных предприятий, то большая часть этой отчетности — это экспертные оценочные суждения. Это будет все больше и больше усугубляться. Таким образом, современный или будущий язык отчетности предприятий будет меняться, как мне кажется, в нескольких направлениях. Первое направление в значительном усложнении, в значительном увеличении объема информации, которое уже будет интегрировано с какими-то внешними источниками информации. И, соответственно, базовые вещи, которые там заложены, базовая информация, которая еще не прошла через аналитику со стороны руководства компании, она легко проверяема из-за того, что она общеизвестна. Второе направление такой отчетности в том, что современные средства аналитики позволят выделять именно те аспекты, те направления, которые важны для обработки, для каждого пользователя. И третье направление – возникнет гораздо больше экспертных оценок, экспертных суждений. И роль тех, кто готовит эту информацию, роль тех, кто проверяет эту информацию, изменится драматическим образом. Динамика дигитализации корпоративной информации. Десятые года нынешнего века. Тридцатые года нынешнего века. Время, затраченное наручную обработку информации и аналитическую экспертную работу. Десятые года нынешнего века. Тридцатые года нынешнего века. Я уже говорил о том, что уйдет рутина, придет или большее значение будет придаваться аналитической работе, экспертной работе, принятию решений, защите информации, обеспечению правильных каналов коммуникации с внешними пользователями. Это то будущее, которое нас ждет, которое не совсем понятно, как это будет все формироваться. Понятно то, что мы двигаемся уже к новой реальности с точки зрения того, как предприятия, как хозяйствующие субъекты, как государства будут взаимодействовать друг с другом с точки зрения обмена информацией и доверия к этой информации. Есть внешний человек, есть внешний эксперт, который может помочь подсказать. Но это, наверное, свои собственные эксперты. Ты можешь привлекать человека со стороны, можешь использовать собственные, но это, наверное, неважно. Наверное, роль аудитора не в том, чтобы помочь предприятию сформировать информационный портрет, а в том, чтобы этот портрет был правдивый, потому что написание портрета — это уже все-таки задача самой организации. Но роль вот этого художника, она растет. Изменяющиеся требования к корпоративному управлению, а также прозрачности и наполнению корпоративной отчетности. Объем нефинансовой информации в отчетности значительно превосходит финансовые раскрытия. Внимание фокусируется на устойчивом развитии и создании акционерной стоимости. Значительно расширился круг пользователей отчетной информации. Пользователи получают доступ к информации, раньше принадлежавшей только руководству. Сближается внешняя и внутренняя отчетность. Отчетная и корпоративная информация становится немедленно доступной через современные каналы коммуникации, включая социальные сети. Создаются новые форматы презентации и коммуникации отчетных данных и репортинга в целом. Трансформация работы представителей профессии вследствие дигитализации экономики и общества. Исчезает ручная обработка информации. Автоматизируются не только рутинные операции, но и сложные многомерные процессы, например, закрытие счетов и формирование отчетности. Многие процессы, включая обработку информации, например, облачные технологии, передаются на аутсорсинг, взамен возникает необходимость встречного контроля. Развиваются новые аналитические и предиктивные инструменты. Одно из интересных направлений, которое уже работает сейчас, это бенчмаркинг. Доступность информации такова, что я могу увидеть основные показатели деятельности основных ключевых игроков в каких-то направлениях деятельности, в какой-то индустрии. Я могу сравнить, насколько они эффективны, как они управляют своими ресурсами, потому что эта информация уже становится доступной. И это уже стало составной частью работы аудиторских компаний. Сравнение своего клиента с показателями основных конкурентов. Можно выявлять совершенно интересные тренды, исключительные события. Можно даже найти простые случаи мошенничества, сравнивая, например, показатели себестоимости, как было у нас с одним из аудиторских клиентов, когда мы увидели явное злоупотребление, сравнивая себестоимость по одному из направлений с конкурентами. И в будущем это будет развиваться еще сильнее в силу открытости информации, ее большей доступности. И аналитика, бизнес-аналитика, которая будет дальше развиваться, она может идти по этому направлению, или в первую очередь по этому направлению. Сравнение одного бизнеса с другим. И инвестиционные решения будут приниматься гораздо проще и легче. И сравнивая одну компанию по ключевым показателям буквально в онлайн-режиме, инвестор получит инструментарий, очень гибкий инструментарий, который ему позволит немедленно принимать инвестиционные решения. И цена ошибки у компании, ошибки в менеджменте, в планировании, может привести к немедленной потере своей акционерной стоимости. И может привести к каким-то очень печальным событиям. Такая доступность информации — это величайшее достижение, но и может быть очень большим злом или проблемой для тех, кто будет менее конкурентным. Цена ошибки возрастает. В первую очередь, цена бизнес-ошибки или даже цена ошибки в том, как ты представляешь информацию о себе. Неправильно поняв интересы пользователя, не в том объеме, не в том ракурсе представив информацию, ты можешь вызвать непонимание или же подозрение со стороны пользователя информации. И это приведет, это может привести к большим потерям. и поэтому экспертиза в том, что является правильной информацией, как ее лучше представлять, может быть, как лучше обойти те вопросы, которые могут вызвать интерес, негативный интерес со стороны пользователя информации. Вот такая экспертиза, ее роль, ее значение, стоимость этой экспертизы тоже вырастет. И вот я вижу одно из направлений новых перспективных профессий. Эта профессия связана с тем, как лучше, в каком объеме, в каком формате выстраивать свое общение, протокол общения с внешними пользователями. Даже вот на примере этого бенчмаркинга, что, как, какая ключевая информация важна, интересна, как лучше ее представлять, может быть, даже как лучше, что молчать, все это будет сильно востребовано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok